Друзья, подписывайтесь на мой второй дублирующий канал. Ссылочка к нему будет в описании. Друзья, я открыл интернет-магазин. Ссылочка на него будет в описании. Проходите и покупайте интересные товары. Вот вчера попробовал какое-то местное пивко. Какое-то неплохое такое нулевое. Будулас называется. Видно, какое-то голландское, наверное, тоже здесь тоже. У них, кстати, пиво такое достаточно дорогое. У нас там каких-то 30-40 центов, 50 бывает стоит, там 60 может от их. А у них тут евро с чем-то. Почти все стоит. Там меньше евро вообще очень мало вариантов. И вот так вот я с утра поджариваю себе холодные круассаны, чтобы они немножко подогрелись с горячим вкусным кофе. Такое получилось. И вот меня вчера угостили такими интересными голландскими конфетками. Смотрите, какие они интересные такие. Типа каких-то таких резиновых немного, но такие очень вкусные. Мне они очень понравились. Такие вкусняшки. Называется Хонинг Дроп. Интересные такие. И вот сегодня опять куча машин приехало, только уже, правда, к обеду ближе. Вот так вот я сегодня еще в 8 утра успел полетать на дроне немножко, пока никого не было. А сейчас вот опять все забито. Видно люди там, кто в футбол играет, кто бегает здесь, кто еще чего. И у меня хорошая новость. Вчера мне вечером поздно позвонили. Говорит, опять нужен подсобник. Вот, говорит, давай выходи на работу, говорит, в понедельник. А уже сегодня воскресенье у нас. Вот. Но я говорю, в понедельник тут у меня уже встреча. Вот с задами рядышком здесь. Вот поеду во вторник. В общем, во вторник опять я иду на работу. Вот на ту работу, где нормально, соответственно, платят нормальные мужики. Вот. Там 10 евро в час, потому что до этого было там 5. Я уж не захотел. Вот. Там, соответственно, во вторник выхожу. И там для меня есть работа. Так что супер, друзья. Отлично. Опять еще поработаю. Еще у меня тут одна мысль. Хочу перейти с GoPro на Соньку. X300 3000. Вот. Надеюсь, что заработаю. Тут, в принципе, можно за несколько дней заработать на камеру. Представляете? Что у нас в России, наверное, невозможно. Вот. Сейчас. И поэтому, друзья, опять вот выхожу. Сейчас еду уже опять. Сейчас я около Абстардама. Еду опять 70 километров не до Абстардама. И ухожу. Правда, с той парковки меня уже... Выгнали. Типа написали. Я уже говорил, что написали. Это не кемпинг на русском. Вот. Ну, сейчас буду искать что-нибудь еще где-то рядышком поблизости. Или придется мне как-то подъезжать на эту парковку там днем на автодоме. Оставляю тебе поработать. Потом опять вечером заходить и уезжать. Вот так вот. Чтобы, скажем так, не мельтешить. Ну, там вроде парковок достаточно много. Придется просто как-то так вот лавировать. Конечно, это не очень удобно. Потому что рабочий день с 9 до 8 вечера. И получается, я уже ночью там буду где-то парковки смотреть. Ну, ничего страшного. Такая ситуация, друзья. По крайней мере, я на жилье экономлю. Потому что ребята платят там, кто-то 350 евро минимум. Кто-то 375 евро в месяц платит за жилье. Поэтому, в принципе, деньги такие недешевые. Я считаю, 10 с копейками евро только на жилье уходят. А у меня, по крайней мере, жилье хотя бы бесплатное. Ну, понятно, что там надо передвигаться. Там менять туалет. Ну, ничего страшного. И вот, как я здесь стою. Меня тут машинами заставили. И отсюда, наверное, не выйду. Куча машин. Ладно, хотя там никуда не уезжаю. Вон, видите, тут на велосипедах кататься едут. Одни машины постоянно едут и ищут парковку. Прям вообще здесь вот сейчас пропускать надо будет. Видите, что творится здесь? Все разворачиваются здесь. Не проехать буквально. Здесь очень мало места. Такое местечко. И смотрите, сегодня приехал опять погулять в Харлим. На своем самокате. Видите, как классно, быстро доехал сегодня. И сегодня все поменялось. Вчера здесь был большой рынок, как вы помните. А сегодня уже просто обычная площадь такая, кафешечки. Все гуляют. Это так же много народу. Но уже совсем обстановка другая, более спокойная, чем вчера была. И вчера, конечно, народ был гораздо больше на этом рыночке. И сейчас пройдемся, прогуляемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В нем нет, поэтому мне придется где-то, соответственно, куда-то ехать или в Амстердам, или где-то в другом месте, все дело искать. Вот такие вот нюансы путешествия. Вот видите, что творится. Пришлось дрон поставить здесь заряжаться. Он хоть стал заряжаться, потому что этот от пауэрбанка, он что-то нифига не заряжается. Вот видите, там уже сейчас быстро стал. Электричество хорошее видно здесь. Стал нормально. А он у меня пауэрбанк заряжается, друзья. Вот так вот бывает, видите, какие парковку такую нашел, что электричество, то есть, что вообще в солнечной панели стоят в тени, солнца нету, поэтому приходится вот по кафешкам заряжаться. И мы принесли вкусный капучино. Ох, такой красивый рисунок. Супер. Приветствую. И сегодня у нас 21 число, раннее утро. Просыпаюсь прямо с первыми лучами солнца. У меня уже такая небольшая есть, точнее небольшой режим. С утречка, когда еще никого нет, я начинаю уроки по квадрокоптеру. Пока никого нет, я выхожу и начинаю тренироваться. Вот. Такие у меня сейчас моменты. Спокойно здесь в Голландии, потому что парковка свободная. Видите, пространства нету, как можно. Такого свободного, где можно было там люди везде. А тут раз, пока никого нет, у нас полетать можно. А потом ждут где-то к утру, к обеду собирается куча машин. Здесь уже невозможно нигде встать, постоянно машины ездят. Поэтому такой режим. Сегодня у нас понедельник. Сегодня один, если получится, один, друзья, есть такой платный заказик. Сейчас я такой темой занимаюсь. Ребята, вот, значит, открываю каналы. Плюс записываю видео. Ну и от меня приходит уже, вот, я выставляю эти видео на YouTube, соответственно. Вот, вам. И от меня приходят там людям первые подписчики. В общем, вот этот сегодня, скажем, как пакет формировал. И, в общем, вот, сегодня у меня будет такой первый клиент на эту тему. Поэтому, друзья, кто хочет открыть канал, и чтобы пришли первые подписчики, в общем, можете написать, и я в этом плане все помогу. Вот, сделать, рассказать, объясню, как YouTube, как деньги зарабатываются, откуда все начинается. Ну, в общем, какие-то нюансы. Хотя, в принципе, я сам не скажу, что я такой прям профессионал. YouTube там и все знаю. Ну, какие-то вещи в стране я знаю, потому что, в принципе, я на этом тоже и зарабатываю. YouTube мне платят, и, в общем-то, у меня не вот там 3000 подписчиков, а, в общем-то, у меня уже достаточно долго. Я в 16-м году, в октябре, я открыл канал, и уже, в принципе, прошло уже, по сути дела, там почти 4 года, грубо говоря. Поэтому, в принципе, вот такие вот нюансы есть. Поэтому, кому будет интересно, кто захочет канал открыть, друзья, пишите, и можно будет договориться. Телефончик будет у меня вот на экране, как раз посмотрите это видео. Поэтому можете написать на WhatsApp, и мы эти нюансы обсудим. Поэтому сегодня попробуем, как это все будет выглядеть. Сегодня приезжает девушка здесь вот из Амстердама, в Харлем. Мы встречаемся, она сама приезжает. Даже в Амстердам я не хочу ехать на эти электрички. Здесь добираться мне не хочется лишний раз. Велосипед туда-сюда. И мы встречаемся в кафе. Она приходит с ноутбуком, с флешкой, и мы сделаем такое. В общем, кому будет интересно, будет этот пакет. Вот, там я записываю 2 или 3 видео. Одно видео, которое будет вот с вами у меня на канале. Ссылка будет на ваш канал, а другое видео записываю для вас. И его я полностью монтирую. Вот, к вам на канал. И, соответственно, у вас уже будет такое презентационное видео, или, по крайней мере, если будут переходить на ваш YouTube-канал, то они уже будут переходить не на пустой канал, или снятый там на телефон, а уже, по крайней мере, вы там будете что-то рассказывать. Вот, я нормальную камеру снимаю для вас. Ну, соответственно, в этом видео присутствуют только вы. Вот. И, в общем-то, вот такой примерный пакет. Кому интересно будет, пишите. Телефончик будет на экране. И сегодня у меня такой выходной. Завтра я, друзья, буду готовиться. Сегодня поеду уже в это место. И, в общем, завтра я выхожу на работу. Уже, наверное, буду работать опять часиков по 11. Не знаю, сколько дней это все выйдет. Но, по крайней мере, все дни, которые будут, я поработаю. Потому что, конечно, хочется еще заработать в финансе. Немного. Уже начинается осень. Вот. Сейчас надо будет еще купить аккумуляторы. В общем-то, есть какие-то расходы, которые нужно будет обязательно сделать. И что хочу сказать. Вот сейчас вышел время, даже не знаю сейчас, уточню, сколько. Где-то 8.15 по местному. По-голландскому. Я вот сейчас вышел, полетал на дроне. Тут туман такой, ребят. И, конечно, в чем класс вообще. Вот, считай, в автодоме живешь. Проснулся. Я вот оделся. Блесенько там носки натянул. Потому что прохладник уже становится. Деверь открыл. И ты уже на природе. Не надо там никаких выходить. Куда-то там за город выезжать. Еще куда-то там выезжать. Еще что-то выезжать. Вышел. И ты уже, вот я стою сейчас здесь. Посудил в лесу. В таком. Ну, даже не в лесу, может, что такое. Ну, может, роща. Не знаю, как назвать. Вышел. Ты уже вот здесь вот на природе вышел. Тут сразу полетал. Зашел. Вообще такой кайф. Вот, кстати. Красавчик. Учусь. И с каждым разом все навыки повышаются потихонечку. Вот как каждый день сейчас вот летаю. Ну, не знаю, как получится. Когда работать буду к 9 ходить, то вряд ли буду летать с утра очень рано. Потому что даже светает уже достаточно поздно уже осень. Но учусь потихонечку. И вот этот кайф как раз, друзья. Вот это вообще непередаваемое ощущение. Ты, считай, вышел. Ты уже вот здесь вот уже на улице. Ты уже как-то. Тебе не надо там как-то собираться, выходить. Что-то там на лифте. Еще какие-то вот эти действия делать. Ну, понятно, как, конечно, в доме тоже надо жить. Ты тоже там раз вышел, ты уже вот во дворе у себя. Вот. Здесь другие ощущения. Ну, вот это, конечно, непередаваемое. Вот когда я живу, что я вот сейчас опять вот этот кайф такой вот ощущаю. Вот это состояние, когда вот будет и с природой близок. Вот так вот. Здесь вот раз. Тем более, я в городе не стою никогда. Потому что в городе просто в доме не въехать. Сложно очень. Там только кемпинг надо заезжать. Город не встанет. Больно. Ну, мы в маленьких городах стою где-то там вот. А так, в общем, ты вышел вот так. Вот в парковке дикой. Блин, ощущения вообще обалденные. Вот так, сегодня встал в 6 утра. Пораньше. Сегодня у меня на работу в 9. Вот вчера был у меня тут один маленький заказик по видео там с открытием каналов. И вот, друзья, сегодня проснулся утром. Сейчас только вот заправил полный бак. Даже случайно у меня навигатор привел евро-04. Залил дизель. Хорошая цена. Вот сразу залил полностью. Потому что редко встречается на евро-07 все. Ну, видно, местные уже знают. Встал сегодня в 6 утра. Очень рано. Потому что вчера у меня был небольшой колымчик. Я тут занялся немножко открытием каналов. Гидом, кому интересно, в общем-то. Из 20 гидов вот мне одна написала, говорит, готова там взять ваш пакет. Так что вчера вот немножко заработал. Поэтому на работу не вышел. Сейчас вот с утра еду. Вот попал в пробочку. Видите, какие туманы такие пошли уже. Вот было 8 градусов тепла с утра. Сейчас уже вот 9 с половиной. Время где-то вот сейчас уже 7. Пока тут час собирался. Воду немного слил. Сейчас вот поеду в кемпинг, где уже третий раз я снимаю за 5 евро воду. Вот еще вот это бытовушка, она немножко наслаивается. Дизель я вовремя не залил, как обычно. У меня все в один этап скапливается. Там надо бак залить. Пустой бак почти был. Вот и тут доехать и все поменять. И к 9 утра выйдите на работу. Еще там парковку более-менее нормально найти. С той парковкой, как вы помните, у меня уже написали предупреждение на русском. Вот и я сейчас даже вот думаю, где мне вставать. Так там еще рядышком мне придется на велосипеде покататься и поискать места, где вообще вставать. Сегодня ты можешь там же поставлю в день. А в ночь куда-нибудь надо будет уехать, конечно, ночевать. И уже где-нибудь на другом месте вставать. Потому что, боюсь, уже на следующий этап будет вызвать полицию, чтобы меня оттуда эвакуировать. Вот, если написали уже предупреждение. Ну вот и, соответственно, вот эти вот моменты какие-то наслаиваются. Конечно, друзья, какие-то моменты уже бывают меня дайо. Да, не буду мой французский показывать. Вот, потому что, например, стоял три дня сейчас, а получается так стоишь в тени. Солнца нету и все садится моментально. Я ничего зарядить не могу. Приходится там заводить, чтобы чуть-чуть поделать или идти в кафе. В общем, вот эти геморрой, они, конечно, на тебя догоняют. Вроде выехать туда, там парковка, дергаться не хочется лишний раз за руль садиться, на солнце выезжать. И там и парковка бывает занята, там не дернуться никуда больно. Или там днем ушел, а вечером пришел, уже солнце садится, а у тебя ничего не заряжено. Вот сегодня вообще у меня полностью вся система отрубилась. В 6 утра буквально, потому что даже зарядки не хватило. И все, соответственно. Вот эти вот моменты, конечно, они догоняют от солнечной панели зависеть. Вчера я тоже, например, сидел, там, ну, мне было там видео помонтировать, а у меня там отрубается постоянно компьютер отрубается, потому что зарядки нету. Там пытаюсь включить вроде, там даже на солнышко выехал. Солнце, оно там посветило 5 минут, раз, ушло с облака, все, заряд прекратился. Вот эти вот такие вот моменты, конечно, они где-то даем, таким словом, докатывают тебя. Вот, надоедают, одним словом. Вот, поэтому приходится там или в кафе куда-нибудь идти, или еще куда-нибудь, конечно, в кафе пришел, там вроде все там заряжается, все можно зарядить. Вы видите, там, например, зарядки, одноразовые зарядки компьютера хватает только буквально на вот один ролик, потому что пока я его монтирую, пока там все ищу, выключаешься постоянно не будешь, пока там делаю, вот, полосы всякие вставки делаю, там еще с разных флешек, все остальное, пока он рендерится, вот на рендернение очень уходит много энергии, и компьютер буквально разряжается, поэтому, соответственно, получается так, что хватает только на одном видео, потом приходится заряжать. Вот, и потом понятно, что, ну, если одно видео уже есть, уже, в принципе, можно идти куда-нибудь в кафе, и там еще раз, там загружать его и продолжать, соответственно, там, следующем видео делать, говоря. Поэтому, конечно, вот эти моменты, они немножко дают. Сейчас вот, если я думаю, поменяю аккумуляторы, ну, аккумуляторы, ведь они даже, что-то же ничего не изменят, они, конечно, могут там заряд, например, брать, но вопрос о другом, что, если солнце снится, как аккумуляторы будут заряжаться, я их разряжу, даже новые, вот, поэтому тут такой, конечно, нюанс есть. Ну, что, я их поменяю, потому что уже, просто, они уже морально устали, то есть, не морально, а уже просто много лет, 9 лет уже прошло, и, я думаю, они у меня стоят с первым хозяином, посмотрим, что будет с новыми аккумуляторами, опять же, такие, наверное, крутые, такие, не поставлю, поставлю на гелевый аккумулятор, быстрее всего, на литьевые дорогие, поэтому гелевые или АГМ, вот, и поэтому, соответственно, вот, вот эти нюансы, конечно, они вот, скажем так, докапывают, иногда бывает, потому что стоишь, например, долго, солнца нет, хорошо, когда ты там стоишь, у тебя солнышко есть, ты днем можешь все зарядить, но, видите, мы парковки не убираем, сейчас он стоял, например, в лесу, ну, такое, скажем так, деревья вокруг меня, и солнце почти не доходит, а что делать, дорогу уже не будешь выезжать, а в парковке нету, вот, получается так вот, ты стоишь без электричества, надо хоть выходить, ну, это, конечно, нюансы решаются тоже, но что-то по делу, например, видите, сложнее, а там в кафе, понятно, сесть, ну, там 3 евро за кофе тебе надо отдать, там, и 2.50, вот, поэтому, видите, вот эти нюансы, они вот есть лучше, ну, их можно решать, просто, просто они вас догоняют, потому что в комфортной жизни у вас там, например, Wi-Fi есть, электричество есть, вы даже об этом не думаете, а здесь, извините, нужно обо всем этом думать, потому что вы, скажем так, от мировой розетки платный, всего мира вы отключены, получаетесь, вот такие вот нюансы, вот сейчас мне осталось, сейчас я еще заеду на парковку, у меня уже накопился мусор, опять уже там второй пакет я уже складываю, где более не выкину, поэтому сейчас вот заеду, еду, специально по автобану, мне вот 70 километров ехать, обратно возвращаюсь, считай, в Роттердам, я потому что была, в Садам стоял, сейчас вот надо еще будет, весь мусор выйти, потому что баклажки копятся, почему-то у них здесь непопулярна вода в 5-литровых этих вот, как называется, таких, ну, типа маленьких, таких баклажек в 5-литровых, они очень удобные, там много умещается, что я, она такая, вот здесь популярна там, в этих бутылках полтора литровых, ну, часть в этих бутылках уже накопилась, просто пипец, ты ничего с этим не поделаешь, я уже везде заезжал, а не только вот бутылки здесь, она вроде так, по цене от нормальной получается, там 28 центов, там 39 центов бутылка, ну, вот, их скапливается очень много, их не знаю, куда выкидывать-то, они там у меня в автодоме складываются, вставим там в заделек, и надо съезжать, чтобы по этой выкинуть, потому что здесь вот эти вот мусорных баков нигде нету, таких, только на ней есть на автобане, поэтому сейчас тут надо не забыть, этот момент еще сделать, вот такие, друзья, нюансы, сегодня опять выхожу на работу, ну, и, соответственно, пока буду здесь, поработаю, буду сейчас пробовать осваивать, мне вот один подписчик написал, IT-технологии, ну, попробую, потому что в принципе в IT вообще всегда работа есть, люди всегда нужны, всегда интересно, я, тем более, уже немножко связан там со всем монтажом уже в компьютере, представь, по сути, у меня какая-то работа уже есть, вот буду тогда эту тему развивать, чтобы, таким словом, это как бы это приносило, может быть, в перспективе доход, конечно, не сразу, в перспективе дохода, пока я подрабатываю на стройке, чтобы немножко штаны поддерживать, но в перспективе, может быть, перейду на какой-то альтернативный вид, ну, назовем так, энергии, буду здесь зарабатывать, финансы, ребят, смотрите, туман, пипец, вообще, ни хера не видно, я тут съехал, немножко не туда, не тот поворот, блин, увел меня под навигатор, непонятно, в общем, пипец, вообще полный, сейчас, не знаю, где-то развернуться, жесть, вообще, тут погода, с утра, блин, загая, туман, вообще, не пойму даже, куда ехать-то, даже про навигаторы, сложно, поворот как пропустил, и жесть, вот сейчас, всегда, когда я тут буду, найду сейчас новый поворот, то есть, разворот где-нибудь, пока меня навигатор не ведет, а в другую сторону, как поехал, вообще, полная жесть, тут, вообще, привет, пипец, погодка, ребята, вообще, еду, крадусь буквально, вот, доехал, это место, где-то, все меняю, даже, если не пойму, куда еду, то, еще не видно, там, 10 метров впереди, ни кемпинга, ничего, вот, сейчас, еду, еще, с лить биотуалет, наконец, доехал, попал в несколько пробочек, конечно, немножко, сейчас, опаздываю, на работу, наверное, не знаю, может быть, успеюще, вот, у них, надо, тут, все закрыто, еще, поменяю, думаю, потом, что-то, финансы, завезу, сейчас, закрыто, будет, все, вот, видите, третий раз, друзья, приехал, на эту, как называется, где, тут, туалет, сливаю, за 5 евро, вот, сюда же, в общем, хороший кемпинг, заправился, здесь, все полностью, мусор выкинул, наконец, там, тебе уже накопилось, у меня, спасил, сколько жизнь жить, в месяц, друзья, будет, месяц жить, будет 469 евро, в общем, получается, почти, как квартиру снимать, в своем кемпинге, она сказала, что есть отдельный душ, включен Wi-Fi, электричество, вот, пожалуй, в своем автодоме жить, здесь, вот, такие вот, деньги, в общем, почти, по сути дела, 500 евро, те же самые, отсюда еще, до города, до города, 15 километров, что-то надо еще машины иметь отдельно, или на велосипеде ездить, доехать, на автобус, наверное, тоже ходит, но не знаю, где остановка, поэтому пока-то непонятно, видите, а в сутки у них стоит, 15,65, она сказала, 15 евро, вообще, в сутки здесь стоит, такой здесь прайс, такой вообще, более-менее, тут нормально, даже другие кемпингы поближе, тут там вообще, 65 стоит, ой, 25 стоит, а здесь еще, так, 15, на шибе находит, конечно, надо иметь вторую машину, чтобы так куда-то, успевать ездить, тем более, там, если на работу, это вообще, неудобно, так, вот тут у них, такое движение, это диверсивное, да, нифига не видно, друзья, видите, что тут боится, конечно, не люблю, конечно, есть такую погоду, потому что, сейчас разворачиваюсь, они летят, вот видите, тут сразу не увидишь, что даже фары тут не включены, как они летят, мне еще, здесь ехать, 22 километра, доработая, немножко опаздываю, видно, сегодня, смотрите, пока тут доехал, пока успел все дела сделать, туалеты поменять, все это тоже время занимает, соответственно, пока там на заправку, эти бытовые моменты, но, надеюсь, опоздаю, может быть, ненадолго, вот, только пришел с работы, время у нас, 20.43, о, как, все, переехал я на другую парковку, как вы помните, на той парковке мне уже стоять нельзя, только вот днем я туда езжу, я нашел эту парковку буквально, три минуты на автодоме, километр с чем-то, другая, вот она, чуть-чуть ближе к дороге, но, по отзывам в Парк Фонлайт, написано, что, после вытески одного часа, говорит, машин уже мало есть, поэтому, вот так, поэтому мне приходится, видите, каким путем добираться до работы, значит, отсюда мне надо ехать на ту парковку, с той парковки на самокате или на велосипеде и ехать уже до работы, вот так вот, и, кстати, еще большой плюс, сейчас вот включил воду, у нас сантехник, и я могу принять душ, получается, сейчас я уже здесь душ не принимаю, потому что у меня что-то, сегодня вон пылище было, сегодня опять грязный весь был, вот, после пыли-то этой, вот, я уже принимаю душ там, нормально, там нормальный душ, ну, правда, ледяной, соответственно, но это нормально, я, в принципе, холодненькую воду люблю, вот, я, в общем, там принимаю душ, получается, утром я уже душ не принимаю, потому что я уже на работу сразу иду, поэтому, в принципе, не нужен, потому что там все, одеваешь одежду такую уже, что, в общем, этот один раз в день в душ вечером, вполне, вот, нормально то, что его на работу принимаешь, и сегодня, друзья, первый день, вообще класс, сегодня меня учили новой профессии, друзья, штукатурщик, штукатурщик, крутая профессия, и, мой, как это инструктор, сказал мне, учитель, что, Леха, если ты, профессию освоишь, все, ты всегда будешь с работой, он здесь приезжает работать, с Украины, он говорит, я, говорит, один раз, почти там без выходных, только воскресенье выходной, как-то два с половиной месяца, только одну штукатурку фигачила, вот так вот, заказов много, в Голландии, просто штукатурки, штукатурщик просто нужны, их вообще не хватает, вот, в общем, работы очень много, поэтому, если у тебя свою профессию, сегодня я уже технологию всю понял, еще, конечно, надо там все понять, ну, еще, в общем, надо руку набить, понятно, у нас, соответственно, только практика, как-то в английском языке, тоже надо разговаривать, так и здесь надо, как можно больше делать, и, в общем, все будет нормально, конечно, интересная такая технология, мне понравилась, я попробовал все, в общем-то, все можно, там надо поувереннее немножко себя вести, и все нормально будет, так что все, я опять на работе, опять здесь, недалеко от ГАГи, в общем-то, работаю, и вот, в общем-то, вот так вот, все классно, друзья, путешествие продолжается, жизнь продолжается, и вот, мое такое, скажем, работа путешествий продолжается, вот так, все, друзья, проснулся сейчас, ох, конечно, в общем, вчера пришел после работы, после 8 часов, 11 часов, пока работаю, стараюсь по максимуму, конечно, хочешь немножко там, а то, сейчас фиг его знает, уволят, и все, вот поэтому, пока работаю по максимуму, не ухожу раньше, как ребята все, по 11 часов, в общем-то, нормально 10 евро в час, считают, посчитайте, получается, в день ты зарабатываешь 110 евро, конечно, крутые достаточно деньги, вот, и, конечно, что я хочу сказать, вот, YouTube я уже два дня видео не делал, просто даже не до него, просто спать хочется, там, времени нету, ты там весь, ну, по сути, вкалываешь, и только, в общем, если, конечно, в графике работали там постоянно, то это, конечно, полная жизнь, друзья, ну, я в том плане имею в виду, что, получается, у тебя света белого, ты не видишь, только в воскресенье, такой день, когда можно немножко вздохнуть, а так, конечно, ребят, ну, вообще, я вот вчера, например, там пришел, после восьми, там, пока я тут, ну, понятно, там, пока доехал до одного места, тут сел в автодом, переехал в другую парковку, уже почти девять, вот, время там уже, уже, тем более, я закончил работу, в принципе, уже темно, вот, уже сейчас, сентябрь, сегодня 24-й у нас, получается, четверг, вот, посмотрел специально сегодня, вот, когда воскресенье будет, даже, и получается так, что, утром-то я еще немножко свет вижу, так, в окошко свет вижу, вот, а так-то, в общем-то, уже ухожу с работы, уже темно, и получается, что, сейчас вот я проснулся, время уже начала девятого, мне уже надо ехать, уже на работу выезжать, и, в общем-то, я ничего вообще не успеваю, только, по сути дела, перекусить, поспать, отдохнуть, вот так вот, и опять на работу, конечно, это, конечно, жесткий график такой, конечно, я знаю, за что я иду, вот так вот, хочется поработать, но так, конечно, друзья, постоянно вот так, очень сложно выдерживать, хотя, ребята, так вот работают по несколько месяцев, прям, потом уже уезжают, видимо, отдыхают, вон, два-три месяца здесь, ребята, вот работают, сейчас он, с теми, я начинал работать здесь, вот он, три месяца был, он уехал домой, потому что, там, у меня там всякие, ну, режим закончился, вот это, 90 дней, биометра, и он уехал, вот, а так, конечно, здесь, в таком режиме, морально очень сложно выдержать, так вот, немного поработал, но, правда, конечно, ты реально тут зарабатываешь, потому что, блин, она, например, та же камера стоит, там, 300 евро, там, 350, ее там, за 3-4 дня можно заработать, спокойно, по сути, ну, вот так вот, я просто так сравниваю, какие-то моменты, аккумуляторы за пару дней, которые мне были недоступны, там, годы я не мог накопить на эти аккумуляторы, наконец, вот так, поэтому, сейчас, например, я даже ищу, где их поменять, ну, более-менее дешевые, у меня времени нет, просто на это, потому что я работаю, финансы вроде есть, нет времени даже куда-то, дернуться, что-то купить, поэтому, конечно, ты постоянно такой, ну, получается, одно в другом, там, вроде бы, хочется попробовать здесь счет открыть, голландский, вот, так у меня времени даже нет на нем, надо, ну, работать, потому что, ну, ты, получается, занят, у тебя магазины все закрытые, только ты там можешь продуктовый, который работает до 10, ты можешь только у него, господи, зайти, вот, у меня наушники, две сейчас сломались, один наушник не работает, я тут слушаю английский, параллельно, пока работаю, так я даже, у меня наушник купить, я, ну, некуда, я с утра до вечера работаю, тут магазинов-то нет, где-то, надо какой-то магазин придется съездить, складывающий там съездить, надо, соответственно, тогда с работы пора еще уйти, а вроде там хочется побольше заработать, вот поэтому такой замкнутый круг здесь, конечно, ну, понятно, что я найду это время, я уйду, может, с работы, может, завтра, может, сегодня даже не знаю, сегодня по состоянию посмотрю, вот, а так, конечно, прям, ну, жестко и вообще, постоянно, конечно, ты занят, и ты никуда не дернешься здесь, по сути дела, ты не видишь никакой Голландии, только вот работаю, и все, ну, по магазину, может, Голландию вещь, я хожу в этот Альберт Хайм, вот, я только по нему вижу немножко Голландии кусочек там, еду на велосипедиут, то есть на самокат сейчас еду, утром и вечером, такие нюансы, и вот, друзья, опять купил какую-то интересную штучку, которую, видно, нужно типа фарша, нужно есть так, но я как-то так не очень могу есть, вот я ее поджариваю, видите, получается такая вот, штучка получается, классный фаршик такой, я думаю, сейчас очень классно будет, вкуснятенькая вообще, не то слово, тоже со скидочкой, у них написано скидка, это слово бонус, и там уже идет подешевле, вот такая штучка получилась, классная, и вот сегодня опять купил, друзья, фаршик, нравится мне такой он классный, очень вкусный, и что хочу сказать, друзья, вот сегодня опять поработал, опа, вот цвет у меня, поработал немного, пришел сегодня опять на час пораньше, конечно, сложно очень работать, друзья, вот, ну, по 11 часов, вот вчера я 9, 9, что провод, сегодня вот 10, вот, поэтому, что-то вообще-то, немножко отдыхаю, спина опять немножко надорвала, вчера разгрузили буквально, там, цемента, песка, килограмма 500, вот, там, втроем, и то я там, немного догружал снизу, там, что-то вроде загрузили сюда, потом надо же поднимать, был на другой этаж, на второй, там, конечно, сложновато, очень, вот, особенно саде, спина, конечно, болит, поэтому, там, еще, цемент, очень жестковат, конечно, после такой работы, немного, устаешь, вот, друзья, поэтому, я тут стал сейчас, опять с 11 часов, уже перехожу, опять уже, на 10 или на 9, а то, даже на 8 буду переходить, потому что, что-то, жестко работать, никакие уже деньги не нужны, там, 10 евро в час даже, вот, хочется даже лучше, покороче, но, что-то заработал, хотя бы, немножко отдохнуть, а то, даже не до видео, у меня времени хватает, ни до чего, я буквально, вот, я пришел, там, пока доехал, там, магазин, в 7 часов, и закончил, на час раньше, приехал, там, в 8 только, пока, тут позвонил, созвонился, в общем, уже тут 10, и буквально, сейчас готовлю, уже 11 час вечера, вот, время проходит моментально, поэтому, на себя, вообще, время не остается, и хочется, конечно, немножко, пораньше, заканчивать, чтобы, хотя бы, чем-то, заниматься, даже, вот, ютубом, тем же, там, видео забросил полностью, потому что, просто, ни для чего, одна работа, и работаешь, постоянно, ты постоянно, в грязи, и в пылище, вот, сейчас, хорошо, хоть еще, друзья, душ не здесь принимаю, а на работе, вот, вчера, воду перекрывали, опять, там, технику делали, вот, пришлось здесь принимать, душ, грязный пришел, а так, хоть на работе принимаю, холодный душ, более-менее, хоть нормально, вот, такие дюансы, друзья, и вот, какой-то фарш, получается, филе, называется, американо, у них, американо, то они, получается, такой, поржайный, хорошенький, такие, вкусненький, такой, приятный запашочек, так что, друзья, такая, вот, вкусняшка, получается, и вот, вкусняшка, Субтитры сделал DimaTorzok